Берегись ведра, оно может тебя раздавить, а уж если попадешь в него, так скорее выскакивай. На сцене театра кукол-сказка за один вечер показали сразу три премьеры. Этот спектакль для детей и взрослых – дипломная работа актеров-кукольников. Познать азы профессии кукольника, конечно, это необычно, потому что это другой динамический стереотип поведения на сцене, когда ты не из себя вояешь, а из неживой материи, из чего-то другого. Когда ты являешься не главным, а проводником для того, чтобы оживить неживое, это родовое отличие театра кукол от других видов. Все артисты барнаульской сказки – драматические актеры. Кукольников в России готовят лишь пара вузов. Переподготовкой наших артистов занимались новосибирцы. Студенты улучшали сцен речь, проходили тренинги. Например, как управлять куклой, при этом не уставать и изучали историю. Петрушечный театр – это истоки, это, пожалуй, один из самых таких мощных пластов, которые я вообще не знала. Ну и для того, чтобы его познать, надо в него туда окунуться, надо взять эти две куклы в руки, надо их скоординировать, надо узнать эту историю. И вот, как мне кажется, что это, конечно, было одним из мощных моментов обучения. Все это время надо делать от простого к сложному. Например, если сначала делать можно гитары, то в какой-то определенный момент времени мы начинаем уже людям показывать, что это у нас есть нога. Для этого и динамика появляется еще и голову. Теперь я брошка подумала, что польная игла. Я всегда знала, что займу высокое положение. Сказка об игле, жабе, оловянный солдатик. Дипломную работу выпускники защитили под аплодисменты. Переподготовку прошли в первую очередь молодые актеры – 9 человек. Спектакль планируют внести в репертуар. А вот посмотреть сказку юные зрители смогут лишь, когда театр переедет в новое здание. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком. АПЛОДИСМЕНТЫ